А я все-таки любитель Ленинского района, потому что в Ленинском районе есть те места, где вы не увидите ни пробок, ничего. Этого практически нет ни в Орджоникидзевском, ни в Правобережном районе. Везде-везде дома, везде-везде машины. Обратите внимание, улица Корсикова. Здесь нету машин вообще. Вот сколько мы беседуем, машин нету. И жизнь-то интереснее и другая становится. Но в свое время что тут случилось? В свое время мы говорили о том месте, которое типа не считалось крутым. Хотя по сути событий за моей спиной стоит замечательный сталинский дом. Вы не представляете, какие там квартиры. Я посмотрел внимательным образом. Да, это идеальный вариант. Кроме всего прочего, два этажа. Всего. То есть, пожалуйста, что еще нужно? Восемь квартир в одном доме. Да идеальный вариант. Но, к сожалению, здесь все это дело немножко перекроилось. Потому что так же, как и в то время, здесь также были построены, естественно, самые дешевые дома. Вот они прямо на другой стороне. Стоит дом, который идет под снос. Ну, потому что там уже все, все, приехали. А этот дом, этот дом не под снос. Ну, напротив, здесь уже получается у нас хрущевки. То есть, все перемешано, к сожалению. Но, тем не менее, те дома под снос, эти более или менее стоят. Что с этим домом? Сегодня и сейчас мы будем говорить о том, что делается. И что делается фирмой «Универсал». Фирма «Универсал» делает, восстанавливает, делает ваши дома изумительными и красивыми. Потому что, ну, вы понимаете, да? Этот дом как бы построен, так про него и забыли. То есть, мы зайдем вовнутрь и вам покажем, что делается. То есть, целиком, полностью. Окраска дома, полностью смена, все, что нужно делается. И электрика в том числе. Вот это качественная работа. Мы про качественную работу и будем с вами говорить. Потому что немногие люди работают настолько хорошо и красиво. И если бы у вас возникли проблемы, то бишь, прежде чем к вам придет какой-то там специалист и скажет, давайте построим вам дом и скажет, а кто будет строить? Он скажет, что может быть кривые косые. Говорит, а нет, мы хотим, посмотрев программу на моем канале, обратиться к вот этой фирме. Потому что они делают изумительно. Даже окошки все выровнено ровно, понимаете? Нету свинарничества, нету ничего. Делается все изумительно. Вот кому надо обращаться. Чем грамотное телевидение интересно? Тем, что после просмотра мы можем учиться. Если честно, я не колбашусь на новостях. Зачем они мне? Визги, писки – это не для меня. Другие вещи более интересны. Мне больше нравится изучать и применять. Вот для чего телевидение в моей сущности. И очередной материал о деятельности фирмы «Универсал». Причем я бы даже подивился, как здесь ремонтируют дома. Не каждый дом так ремонтируют. Не каждый и не каждое предприятие так работает. Мало того, что так поступают немногие. Опять не верите. А зря. У нас типа ремонт. По сравнению с таким ремонтом, я, наверное, пойду в суд. Вы знаете, я плачу и как за ремонт дома. И сумма на наш дом, и я посчитаю. Калькулятор возьму. Примерно три года, примерно 100 квартир. Платит по 5000 рублей в месяц. И получается полтора миллиона. О, окна поставили. Самые говеные окна на 36 тысяч рублей. Ну, прибавим столько же. Сколько получается? 72 тысячи. И все. А где бабки, а? Ага, выборы. Ну да, отсюда деньги и берутся. И вот вам правила от универсала. Примерно две такие конторы или три. Чтобы так делать ремонт. Да то, что у нас идет явный бред. Я смотрю и понимаю, что дай бог, если будет такой же ремонт, я как участник сейной бури, потому что я плачу, я спрошу, кто делает ремонт. И вы знаете, я отдамся на руль универсала, так как вижу, как идет работа. Да вы понимаете, что ремонтируют все. Но от проводов до канализации я этого не видел. Но теперь-то вижу, вот кому деньги надо отдавать. Вы опять мне не верите. Я не буду говорить, скажет владелец квартиры. Вам нравится ремонт, который делается? Да, нравится. Хорошо делают? Очень хорошо. Большое спасибо. То есть, наконец-таки, ваш дом станет поинтереснее, чем раньше? Этот дом построен в 1959 году. Не было ни одного ремонта. А сейчас просто благодарны человеку, который хоть вспомнил про наш дом и вообще про наш район. По всей улице, там уже сколько домов сделали ремонт. Идешь по дороге и сердце радуется. Ну, как-то так. Я понимаю, что строили. И даже в то время. На сдачу. Быстро для горожан. О качестве никто не думал. Я видел перекрытие собственного дома. Просто жесть. И это дом для руководителей калибровочного завода. Что для других то. Раньше нужно было расселять горожан из коммуналок. Раньше не думали, что кирпичные здания будут стоять веками. Но ведь стоят. Этим домам скоро будет под сотню. Такие дома возводились на правом берегу в 1936 году. 16 лет и сотня. А после такого ремонта, именно такого еще 100 лет можно не притрагиваться. Опять не верите, что пластиковые трубы простоят. Простоят и дольше. Внимательно изучите мои материалы. Вы посмотрите на свою отмастку. Как это девчонки видел. Но на индивидуальных домах. 15 лет назад. Мы снимали материал. Большая стройка. Нежный стоит и будет стоять. 15 лет не сотня. Но после такого ремонта и 200 лет эти качественные изделия из кирпича и бетона простоят. Поверьте мне. Мы научились работать. Работать на века. И это в Магнитогорске. Но структур таких мало. Вот одна. И почему все правильно? Да потому что в этом подразделении есть все. Трубы все. Радиаторы все. Провода все. Стройматериалы все. И я противник понижения цен. Как это делается сейчас? Соберите все вместе. Вы это делать можете. Спросите по зарплату рабочих. И это главное. И вот тогда и выбор правильный. За универсалом. Вы видите и наружку. И то что внутри. В следующем материале мы залезем наверх. И покажем качество работы. И поверьте мне. Мнение о изумительности работы. Вы поимеете вместе со мной. Да вы видели. Вы видели из того, из чего делается. Было ничего, стало. Красота. И если честно, вы даже не поймете, что этот дом был построен только в прошлом веку. В 56-й год. Представляете? Дому через 20 лет будет почти сон. А дом-то стоит. Потому что дом сделан из бетона. И будет стоять он долго и бесконечно. Раньше строили такие дома. Представляете, да? Да-да-да. Я еще помню это дело-то. Вот. Вы-то забыли наверняка. А вот это событие было. Что делать при последствиях ядерной войны. То есть вот такой дом. К ним будет все абсолютно красиво и ровно. Мало того, толстенные стены из бетона спасут вас от радиации. Ну это ладно, мы не об этом будем говорить. А это и было раньше. То есть когда американские дома строились большими, представляете, большой дом как упадет, то есть небоскребка, и приехали. То есть они тогда еще думали, что наверняка ничего не случится. Мы-то думали, что наверняка что-то будет по-другому. И поэтому строили вот такие небольшие красивые ровные дома. Ну чтобы если кто-то к нам прилезет, мы в любом случае смогли побеседовать с ними. И возвратиться на круги своя. То бишь пространство наше между домов, оно чуть-чуть больше, чем в Америке. Это я вам честно говорю, я был в Америке, смотрел, что там делается в нормальных странах, в нормальных городах имеется в виду. Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфия. Там я тоже был, в Атлантик-сити я также был. Я посмотрел, да. Конечно, честно говоря, большая часть Америки, она все-таки одноэтажная и работает вдоль дорог. Это красиво. То есть едешь вдоль дорог, и везде-везде дома стоят, все нормально. Молодцы просто. У нас, к сожалению, до этого не дошли, но да ладно. А у нас что делается? У нас пространства большие, понимаете? Да, не так вот близко настроено, а чуть подольше. И поэтому мы вам о чем будем сейчас говорить? Мы вам говорим о том, кто эти дома ремонтирует. Так вот, кто эти дома ремонтирует? Мы говорим про фирму Универсал. То есть обратите внимание, как все делается красиво и ровно. Потому что идет работа именно на вас. Эта работа делается так, чтобы вы рано или поздно поняли, как заплатив однажды деньги, вы забыли вообще? То бишь, мы зашли, посмотрели, все переделывается. Целиком меняется вся проводка в квартире. Электрическая тоже, если это нужно. А если этого не нужно, если вы уже сделали, то вам целиком поменяют трубы. Вы это тоже посмотрели. Делается все хейнскрафт. Я вам уже показывал. Все изумительно. И если честно, мне тут сказали, товарищи, что скорее всего дом развалится, чем эти трубы развалятся. Ну, такого не случится. Потому что если мы работаем с такой фирмой под названием Универсал, то мы понимаем, заплатили и забыли. Часто ли это в вашей жизни случается? Я думаю, что не часто. Поэтому, когда у вас что-то случится, и вам необходимо будет ремонт, мой его грамотный совет. Обратившись в эту контору, вы поймете, как это все делается. А делается все изумительным образом. Продолжение следует... Продолжение следует...